Привет всем, с вами Дваска и как я пищал, вчера был видос про Т-28 концепт с названием напряженный бой, а сегодня будет обзор данного танчика. Напомню, выдавался он за ЛБЗ, вторая ветка прохождения ЛБЗ. Многие наверное уже ее прошли или собираются пройти, ну там ничего такого особо сложного не было. Ну если конечно у вас имеется нужная техника для прохождения. Так вот, давайте теперь перейдем о танке. Я его уже давно прошел, открыл, немножко поиграл, так что-то он мне понравился, не понравился, средний танчик, я его забросил. Недавно я его опять достал с пыльной полки, почему-то решил на нем поиграть, даже не смутила меня его скорость, хотя я помню, что он очень медленный, напомню. Удельная мощность у нас 13,7 лошадей на тонну, скорость максимальная вперед 29 км в час, назад 10 км в час. Но это еще ничего, это еще довольно нормальная характеристика для ПТ, а вот скорость поворота шасси у него 18 градусов и скорость поворота башни, ну точнее орудия в рубке 18 градусов. Это очень и очень медленно и вы могли заметить и по предыдущему видео и по сегодняшнему, танк просто стоит на месте, а не разворачивается. Это конечно очень напрягает, ну к этому тоже можно привыкнуть. Благо у него орудие имеет очень хорошие углы горизонтальной наводки. 29 влево и 29 вправо градусов, то есть практически 60 градусов орудие ворочается влево-вправо. Что нам это дает? Это нам дает стрельбу из-за угла, так сказать. Мы выезжаем ромбом на противника, тем самым подставляя самые свои бронированные места. А вот как раз насчет брони, посмотрим, давайте подробно о бронировании танка. Давайте посмотрим на броню нашего Д-28 концепт. Что же у него есть интересного? Наверху башенки у него тут порядка 70 мм, 80 мм, в общем ничего интересного. Они маленькие правда, но могут их пробивать. Сама верх рубки у нас 250-200 мм, 220 мм, башня имеет броню в 200 мм, там где маска у нас 300 мм, тут там где уже экраны. Дальше башня 270 мм, очень прочная, непробиваемая буквально. Верхний бронелист 190 мм, тут вот прочное место 270. Верхний бронелист, в общем, тоже довольно рикошетный будет, я думаю, 170. Я не припомню, чтоб не его пробивали в боях, даже при 170 мм. А вот, вот эта вот ослабленная зона, горизонтальная, которая, вертикальная вернее, которая тут порядка 200 мм, сюда восьмерки все нас могут пробивать. Но есть у танка прикол, о котором чуть позже расскажу. Дальше корпус у нас, вот щеки тут по 400 мм, и вот наши ослабленные зоны. Здесь башенки пулеметные, здесь по 100 мм, пробивать нас здесь будут очень даже легко, если мы их, конечно, не будем прятать. А прятать мы их будем вот таким вот образом, ставя танк ромбом. Что мы имеем при постановке ромбом? Передний бронелист вообще до 260 мм возрастает. Верхний бронелист тоже 220-240, все замечательно. Естественно, башню мы поворачиваем на противника, поэтому у нас здесь 270 мм. Единственное, вот здесь у нас начинается ослабленные места 220-230, но для восьмерок это уже трудно пробить. Для девятки сюда могут пробивать, но уже хорошо, что даже здесь вот так ставят танк ромбом, здесь уже довольно хорошая броня. Дальше вот здесь вот ослабленное место, можно сказать 270-10 мм, и вот здесь у нас передняя часть над гусеницей, тоже 190-200 мм. Естественно, вот эта наша башенка имеет порядка 110 мм. Что касается гусеницы, тут очень хорошая броня, тут у нас от 200-240, даже так где кран за 300, перевали 400, в общем все просто супер. Итак, можно играть на этом танке следующим образом. Ставить его ромбом, поскольку у него замечательные углы горизонтальной наводки, то выезжаем на противника ромбом. Желательно, чтобы у нас вот здесь, мы из-за угла выезжали какого-то, либо холма, чтобы у нас вот эта часть танка была закрыта, то есть наша башенка не была видна. И мы получаем, что у нас непробиваемый танк, эта башенка закрыта, эта башенка закрыта башней, вернее рубкой. И нас довольно трудно пробить и выцелить, и вот эти башенки наверху очень трудно выцелить. Единственное, вот здесь вот, вот эта надгусеницами ослабленная зона, и все, и больше нас некуда особо пробивать, потому что у нас вот все за 240 броня и так далее. Даже девяткам нам будет проблематично, максимум мы с девятками встречаемся. Дальше, борт. Борт тут 180, 107, в общем ничего выдающего, 150 миллиметров. Корма, 50, 70, 50 миллиметров, тоже ничего выдающегося. На этом бронирование все. Фишки, которые я знал, я вам рассказал, которые я, собственно, применял, и они очень мне отлично помогли, и танк просто заиграл. Когда я понял, как же им пользоваться нужно. С броней разобрались, и как понятно теперь из схемы бронирования, наше все это танкование ромбом. Особенно если мы в городских условиях, либо используя холмики, нам нужно прятать наши башенки уязвимые, и все будет замечательно, мы будем хорошо раздамаживать, даже лучше любого какого-нибудь другого тяжа. Что касается тактики ведения боя, то я не зря сказал про тяжи, и на данном танке нужно ехать вместе с тяжами. И играть на нем, как на тяже, как на особо бронированной машине. То есть, вытанковывать урон, желательно его, конечно, не получать, не подставлять свои слабые места. Вы танк прорыва, особенно если вы в топе, да даже если вы не в топе, девятки тоже не все вас смогут пробивать, но, опять же, нужно быть осторожным. Осторожным голду никто не отменял, а также боимся всегда везде артиллерию. Выбираем те места, где артиллерия нас не будет доставать, а это, естественно, тоже места, где обычно попадаются те же там, где дома, холмы, там какие-то горки, там где нас могут прикрыть. На открытых местностях мы легкая мишень, не только для арты, но и для всех других танков, потому что борта никто не отменял, и туда могут пробивать, да, и на расстоянии наши башенки тоже могут выцеливать. Обзор у танка 370 метров, это не так уж много, поэтому обязательно ставим стереотрубы, чтобы усилить его по максимуму. Еще из оборудования нужно обязательно поставить досылатель и приводы наводки. А теперь давайте посмотрим, что сможет сделать наш танк при прямой встрече с противником. Я имею ввиду его огневую мощь. Пробитие у нашей пушки 181 миллиметр, довольно неплохо для седьмого уровня. Голдовое пробитие 224, тоже будет хватать для восьмерок и для многих девяток. Урон 320 единиц, тоже довольно неплохо. Хороший урон, и как я заметил, играя на данной ПТ, сейчас мне нужно выполнить ЛБЗ на Т-55А, там где нужно нанести в три раза больше урона, чем прочность собственной машины. Так вот, прочность у танка небольшая, 880 единиц, а альфа довольно хорошая. И эту ЛБЗ, я как раз уже так примерно присматриваюсь, что либо на этой ПТ, либо на гриле 15 можно будет выполнить. ДПМ у танка неплохой, 1920 единиц. А вот с точностью проблема, выделивая в первом бою, и в этом во втором тоже есть нюансы, когда танк просто не попадает. 0.4, точность, время сведения 2.3, ну сводится танк неплохо, не так долго занимает время сведения, а вот с точностью, да, есть проблемы. Углы горизонтальной наводки, минус 4 вниз, и 14 вверх, ну никакие можно сказать, из-за холмиков нам не поиграть, пушка не гнется вниз. Но в принципе нас спасает наша броня, и опять же, как и говорил, постановка ромбом. Еще что хотел бы заметить про этот танк, то начав играть на нем, я начал ловить себя на мысли, что я мыслю по-другому, когда играю на данном танке. Не так, как на танке, который быстрый, с быстрой хорошей маневренностью. На этом танке, даже в этом бою вы увидите, надо было предугадывать моменты, то есть откуда приедет противник, чтобы развернуться и встречать его в нужном месте. Это один момент, а второй момент, это то, что нужно сразу выбирать направление, где будет самый такой мощный замес, и ваша броня как раз пригодится. Как обычно, это с тяжами, но, собственно, не только с тяжами, нужно смотреть всегда по сетапу. Кого больше, где может быть проблема, на каком фланге, и туда, собственно, стремиться. Естественно, не забываем, что танк должен быть всегда в окружении союзников, чтобы его не смогли окружить и начать его расстреливать в борта и в корму. Сами видите, танк не поворачивается, еле-еле разворачивает свой корпус, поэтому закружить его просто элементарно. Так вот, чтобы не допускать такой ситуации, когда вы можете остаться один против нескольких противников, вы должны все время переть, все время быть на острие атаки, ни в коем случае не отсиживаться, а правильно использовать свою броню и наносить урон своим противникам. И тогда вы будете в большинстве случаев побеждать. Как видите, по бою мне удалось по максимуму сэкономить свое хп, получил только один шот от 3-4, кажется, а остальные разы меня тут не пробили. И сейчас мы с ИСом остались 1 на 1 против Т20 и Е25, и у нас, в принципе, не сильно сложная задача против данных соперников. Главное, нам держаться вместе. И предугадывать все действия наших противников. Мне повезло с союзником, и оказался довольно толковым парнем, и он никуда не рвался, там, не на заход базы, а старался находиться вместе со мной, а я вместе с ним, собственно. У нас такой довольно хороший тандем. Сейчас мне надо, как, догнать Т20, естественно, мне скорости не хватит. И я, естественно, дальше за ним не поеду, потому что я могу оказаться в окружении. Засвечивается Е25, который вряд ли под нас подставится, двоих. Я предполагаю, что Т20 сейчас заедет к нам слева. И решаю, что нужно контролировать левую часть фланга, чтобы не заехали мне в корму и в борт, и нам с ИСом. И я угадываю, да, Т20 так и сделал, как я предполагал. Наношу ему урон и добиваю вторым выстрелом. Он, видимо, уже сдался, и поэтому сильно не прятался. Все, теперь надо поймать как-то Е25, но я понимаю, что мне это никак не под силу. И ИСу особо тоже, потому что он тоже танк не сильно быстрый. Поэтому я планирую ехать на захват. И ИСу пишу, чтобы он контролировал нашу базу. Контролировал, чтобы Е25 тоже не встал на захват, пока я буду ехать. Ну и сами видите, точность данной пушки оставляет желать лучшего. Хотя, на самом деле, этому танку точности бы не помешало. Он настолько медленно, неповоротливый. Единственная его фишка — это броня, которая довольно решает в боях. Если бы была еще точность, то этот танк был бы еще лучше. И мне кажется, это не было бы лишним. Им бы точно не стал. Я стремлюсь сейчас на базу. В надежде, что застанут где-нибудь по дороге Е25. Он остался шотный. Поэтому труда мне с ним, проблем каких-то, я думаю, не составит. Я ПТ, он ПТ, и закружить сильно он меня не сможет. Так вот он, да, он тоже подумал, что ему стоит ехать, защищать свою базу. К сожалению, я промахиваюсь. Он довольно так вертко уворачивался. Вторым выстрелом я его добиваю даже в полете. Подведя итоги, я хочу сказать, что Т-28 концепт — очень классная машина. Он мне очень понравился. Буду и дальше на нем играть. Надеюсь, в мое видео вам помогло более разобраться в этом танке, если, допустим, он как-то вам не нравился и не подходил по геймплею. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дваска. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok